Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной видеопоказ моих сокровищ, которые я нашла в наших магазинах Second Hand. Кто у меня впервые? Я живу в Канаде. Цены показываю в канадских долларов. У меня на канале не только видео украшений винтажных и не очень, а также обзоры магазинов, покупки, примерки. В общем, все, что мы девочки любим. Иногда болтаю, но очень редко в последнее время хочу вернуться к своим видеоболталкам. А сегодня я хочу вам показать быстро-быстро вот такое вот, что мы сегодня будем разглядывать. Сегодня у нас лот, ну не лот, а видео о очень стареньких винтажных брошях, которые я находила в разное время в разных магазинах. И сегодня вот вам показываю. Давайте смотреть. Сегодня практически все броши старенькие и довольно ценные. Я поэтому не знаю, с чего мы начнем. Давайте я свою коробочку поставлю сюда поближе, чтобы мне было удобнее. Ну давайте начнем с чего-нибудь. Ну давайте начнем, пожалуй, вот с такой, например, броши. Потому что парочку из них я прям реально находила и видела, что это очень ценные, скажем так, именные с маркировкой броши. Поэтому начнем с обычных, так скажем. Вот такая брошь. Милашка. За 7 долларов 6.99. Это такие у нас цены, девочки, кто впервые у меня. Это благотворительные магазины, в которых продают украшения те, которые люди отдали, которые им не нужны. Вот знаете, когда люди приносят благотворительные магазины, одежду, мебель, украшения, электротовары. Все, что им не нужно, отдают это все бесплатно. А магазин продает и деньги отправляют на благотворительность или там на какие-то другие вещи. Ну это такое отвлечение. Итак, брошечка. Очень милая, интересная, красивая. Два прекрасных кристаллика Аврора Бориалис. Значит, брошка не ранее, чем в 60-е годы. Аврора Бориалис изобрелившийся, по-моему, втором. Может быть, я путаю, поправьте меня. Два тона металла. Золотой и серебряный металл внутри. Очень интересно сделано, такая гофрированная, гофрированный металл, скрученный вот в такие вот кулечки, так я бы назвала. И задняя сторона сделана вот таким вот образом. Маркировок я никаких не нашла. Иголочка старенькая. Застежка-крючок. Я подумала, что она более старая, эта брошь, судя по застежке, но Аврора Бориалис, мы знаем, изобретены сравнительно не так давно. Вот такая вот красотка. Совершенно незатейливый сюжет, но цветочек, лепесточки, ну, как любая старенькая брошь, очаровательная, совершенно очаровательная. У меня есть несколько брошей не очень целых, в не очень хорошем состоянии, я их все-таки купила. Это не про эту брошь, я сейчас говорю, про другие, я вам их покажу постепенно. Просто потому, что не могла оставить такие шедевры, явно шедевры, но не в не лучшем виде, не в лучшем состоянии. Так, эта брошь стоила 5 долларов, брошь, конечно же, винтажная. Вот эта асимметрия вызывает у меня некоторые вопросы, не обломана ли здесь, не было ли здесь еще одного, еще одного кристалла. Как вы думаете, похоже, что он отломался? Вроде бы нет, я тоже так изучала, изучала. Почему я так думаю? Потому что вот броши тех времен обычно делались, ну, как-то симметрия преобладала, хотя по-разному, конечно. Было так, 5 долларов, а на стол 4,99. Маркировок нет, но я подозреваю, что в этих брошях часто они бывали с позолотой. Нету об этом никакого упоминания, никакой маркировки, но цвет металла как-то похож на позолоту. И вот такие вот синие, теклянные, безусловно. Красивые кристаллы, круглые и два, и пять. Такой, это называется диамант, ну, как бриллиантовой формы, не знаю, как это перевести. Немножко, видите, вот этот вот здесь погнулся, его надо, видите, как мы сделали, сразу вернули его на место, и немножко его надо, наверное, подвинуть, не хочу сейчас бы их сломать. Вот не дает мне покоя мысль, что здесь что-то обломано. Как вы думаете? Может быть, обломали, немножко запилили, чтобы это не было, ну, так явно не бросалось в глаза. Потому что металл довольно мягкий вот на этих вот перемычках-черенках, на которых они сидят. Но даже если это было обломано, выглядит это как будто так и было. Вполне себе очень даже неплохо. Следующая брошь немножко похожая. Кстати, броши такого типа я находила в интернете, они не дешево, в общем, ценятся. Потому что, видимо, они достаточно старые, у меня впечатление, что они довольно старинные, и, видимо, все-таки позолоченные. Я еще раз проверила то, что я находила. Такое, знаете, незамысловатые цветочки, сюжет явно таких даже, я бы сказала, где-то 30-40-х годов. Хотя я, конечно, не уверена, поскольку маркировок у них нету, и очень трудно понять. Ну, вот, видимо, эта длинная игла у нее, в общем, понятно, что брошь очень старенькая. Может быть, и 50-е, может, я насчет 30-40-х загнула, конечно. Так, сколько она стала? 7 долларов. Вот эту оценили подороже. Причем, покупала их в одном магазине, вот вместе с этой. Я думаю, что ее оценили дешевле, потому что они действительно сочли, что в ней что-то отломано. В этой, вроде, все на месте. Прекрасные синие кобальтового цвета кристаллы. Так, и мне тоже кажется, что она позолоченная. Вот, хоть что вы мне говорите, но мне вот такое впечатление. Так, обратная сторона. Ой, здесь есть, нет, это не маркировка, это просто какой-то узор. Узор вокруг застежки, вот это вот крепление застежки на вот этим элементе сделан какой-то узорчик. Может быть, это означает какой-то бренд. Но таких явных видимых маркировок нет. Видите, все это сделано вот так вот по-старенькому. На вот таких заклепках. Как-то так вот интересно, видите, приделано это все. Здесь несколько проволочек вместе вот так вот они сложены. Они даже не запаяны, видите, они, в принципе, вот так вот двигаются. Вот застежечка, длинная игла. Застежка сама по себе не длинная, кстати. И вот такая вот незамысловатого сюжета. Я, честно говоря, подозреваю, что вот эти броши с голубыми камнями использовались, возможно, и это тоже. Использовались для свадебных церемоний. Вы знаете, у нас принято здесь, в Америке, в Канаде, есть такое выражение. Something. Сейчас я вспомню точно, как оно звучит. Потом переведу его. Вы, наверное, слышали его. Переведу на русский. Something old, something new. Something borrowed, something blue. Что означает что-то старое, что-то новое, что-то одолженное и что-то голубое. Вот невесты здесь, вот в культуре, так сказать, Англии, США и Канады должны на свадьбу, чтобы у них в их гардеробе было что-то старое, что-то новое, что-то одолженное и что-то голубого цвета. Вот зачастую это какая-то или заколочка, или брошь какая-то голубого цвета. Я думаю, что вот эти броши именно использовались вот для этих вот целей. Почему-то мне так кажется. Хотя доказательств, конечно, у меня никаких нет на эту тему. Следующая брошь, которую оценили довольно дорого, потому что она маркированная, тоже находила ее на ресейле. Кстати, их не очень дорого оценивают. Во-первых, потому что она, так сказать, не очень старенькая. Ну, она старенькая, конечно, но это не брошь, которая с сороковых-тридцатых, а брошь, наверное, пятидесятые, шестидесятые, даже семидесятые, возможно. Так, это сорокавантри. Броши сорокавантри бывают разные. Но вот такие броши, которые без камней, они довольно часто не очень дорого продаются, что там равен 20-30 долларов. Ну, я купила ее за восемь по-любому. Это дешевле, чем на ресейле, на ebay или на эти. Она более, конечно, на вид современная. Скажем так, более классического фасона. Круглый вот такой, вот такой круглый брошь с какими-то вот такими лучками. Значит, центровой элемент и без камней. Хочу сказать, что лично для меня, вот для красоты, разглядывать броши и смотреть, любоваться, очень приятно броши с камнями. А вот носить удобнее намного броши однотонные, вот какого-то одного металла, серебра или золота. Они ко всему абсолютно подходят. Вам нужно только найти украшение подходящего металла и сочетать вот с этой вот брошкой. Хорошо очень сделана обратная часть. Очень хорошо видна маркировка. Кстати, у Сары Кавантри, как правило, хорошо видна маркировка, в отличие от коры, у которой почему-то всегда маркировка какая-то стертая. Вот такая вот брошечка. Положим ее сюда, пусть лежит красивая. Так, следующая брошка. Такого интересного металла и цвета. Стоила она 5 долларов, недорого. Я находила такую же брошь на ресейле. И было написано, по-моему, что это Сары Кавантри. Я точно не помню. Или Кора. Вот. Потом прикреплю картинку и покажу вам. Здесь маркировок нет. Несмотря на то, что брошь, конечно же, винтажная, это видно по всему, по игле, по креплению вот этих вот цветов. Ну и вообще по сюжету, по производству, вообще по тому, как она выглядит. Довольно тонкий металл, но крепкий. Вот такой вот букет. Находила ее именно как маркированную брошь. Хотя моя без маркировки. То, что я находила, она была немножко другого цвета. Это такая более медная. Я находила прям такую золотую. Мне кажется, если я хорошо правильно сейчас помню. Давайте посмотрим. Может, мы что-то найдем, хоть какие-нибудь следы, маркировки. А вот, правильно? Нашли. Вот-вот. Это то, про что я говорила. Все-таки это кора. Значит, она маркирована. Как я искала, искала, как разглядывала. Но вот только сейчас на съемке. То, про что я говорила, что кора так маркировала свои изделия, что потом маркировка очень сильно стиралась. И найти ее практически было невозможно. Но сейчас мы видим совершенно четко, что это брошь кора. Я была очень удивлена, что вот точно такая брошь имеет маркировку, а моя нет. Мне было немножко обидно. Что в этом хорошо, что люди, которые оценивают эти броши в магазине, точно так же, как и я, невооруженным глазом не видят маркировки. И поэтому она была оценена в 5 долларов. Если бы маркировку увидели, то я уверена, что такая большая старая маркированная брошь стоила бы не 5 долларов, а, наверное, долларов 9, как минимум, если не 12. Но она, конечно, шикарно сделана, в прекрасном состоянии. Я так рада, что я нашла маркировку, потому что меня эти сомнения мучили. Как же так? Как же так и почему же так? Давайте посмотрим вот теперь на эту брошь. 7 долларов она стоила. По-моему, тоже не маркированная. Точно не помню. Почему я иногда, девочки, не помню? Потому что я покупаю их, складываю в мешочек или в какую-то коробочку, и они ждут у меня съемки. Я пытаюсь сразу после покупки пытаюсь найти по гуглу, что это за брошь, сколько ее оценяли, где ее продают, почему она продает. Если я нахожу, то делаю скриншот, если не нахожу, то не нахожу. Поэтому часто я, когда что-то показываю, я не очень помню по причине того, что купленная она была, ну, скажем, несколько недель назад или месяц назад, поэтому я точно не помню. Всем доброго, да? Точно не помню, что здесь к чему. Давайте посмотрим. Внимательно, видите, прошлой броши нам повезло, и мы маркировку нашли. Здесь все-таки маркировки нет. Но брошь, безусловно, старая, винтажная. Так. Смотрите, какое очарование. Я очень рада, что все камушки на месте. Мне кажется, что вот их, может быть, надо как-то подогнуть, согнуть, хотя они, ой, довольно, может быть, так и задумано, чтобы они вот как-то смотрели в разные стороны, в разных направлениях, как будто капелька росинка, вот, или капелька дождя, которая упала с цветка. Тоже Авропориалис. Незамысловатый сюжет, но очаровательная совершенно брошка. Давайте я вам покажу полностью ее. Не знаю, здесь немножко, наверное, все-таки те лепестки погнуты, но металл довольно твер... А, вот видите, двигается. То есть, где-то она лежала, помялась, согнулась. Может быть, и вот эти вот тычинки, пестики или капельки можно как-то подвинуть немножко, чтобы они как-то смотрели вверх больше. А может, так и задумано, не знаю. Но мне кажется, что они должны быть все-таки более вот в таком положении, более вверх смотрящем. Я попытаюсь это сделать, не хочу это делать на камеру, чтобы тут ничего не поломать. Брошечка старенькая, но состояние очень хорошее. Посмотрите, как будто бы и не носили ее вовсе. Эти все броши почти все я нашла в одном магазине, поэтому даже мне почему-то кажется, что они все из одной коллекции, потому что мне кажется, что они все одного возраста. Не все, но многие. Вот эти вот, вот эти три и вот это вот. Мне кажется, что они все из одного сундучка приехали в этот магазин, потому что по возрасту, по сюжету, по смыслу как-то они все перекликаются немного. Теперь у нас идут ух и ах, поломки, некондиция, так сказать, и прочие грустные вещи. Но есть такие вещи, которые невозможно оставить. Оценили ее в 7 долларов, брошь, несмотря на то, что она вся, конечно, очень-очень большими потерями, а я в свою очередь не смогла ее бросить и оставить, потому что я понимаю, что брошь очень винтажная. Вот это действительно очень старая, очень винтажная брошь. Посмотрите, какой у нее замок, какая у нее игла длинная. Так, вот так мы ее сейчас откроем, снимем. Маркировок нет. Она заржавевшая довольно, ведь игла. Маркировок нет. Ничего подобного я в интернете не нашла, потому что подозреваю, что эти броши, они настолько старые, что настолько редчайшие, что их очень мало, и поэтому на ресейле их практически нету, а найти можно, как правило, похожую брошь на ресейле. Значит, здесь отсутствует два камушка, два кристалла, вот такой вот сложной формы, но есть шанс найти. Белые прозрачные кристаллики все на месте. Здесь еще вот желтенькие кристаллики присутствуют, которые тоже, по-моему, два потеряно. Видите, в каждом цветочке есть еще по... Есть еще по маленькому коньячного цвета кристаллика, вот здесь, видите, раз, два, здесь их... А здесь, может, тоже потерянные они были, нет? Нет, я не думаю. Мне кажется, что здесь так и должно было быть два. здесь раз, два, три, четыре. Так, в красном цветке потеряны один нас присутствует, и вот здесь два, по-моему, потеряны. И вот здесь потеряны, по-моему, тоже два. Вот здесь вот один присутствует, видите, вот тут, а вот здесь вот два потеряны. Ну и, конечно, очень много сходу покрытия, которые, в принципе, ну, есть шанс восстановить, но не знаю, не знаю, девочки, не могла пройти мимо, не могла ее оставить, знаю, что брошь очень старая, как бы, такие очень редко попадаются у нас, и даже в таком состоянии очень редко попадаются у нас, потому что я думаю, что все уже поняли, что такую брошь можно отреставрировать и довольно дорого продать. Ну вот, такая красавица, жалко, маркировок нету, но опять же, тех времен брошь обычно шли без маркировок, посмотрите, прямо старина, старина, старинная. Так, если говорить про поломанные броши, то вот такая вот брошь мне тоже попалась, абсолютно не могу определить, аж две маркировки на ней, но не могу понять и определить, что это за маркировка, стоила она 6 долларов, и здесь написано as is, это значит, что цена, ну, как бы проставлена с учетом потерь. На самом деле, потерь здесь не так много, здесь есть раз, два, камня не хватает, чуть-чуть, даже я не могу сказать, что это сход покрытия, я вот не пойму, вот это сход покрытия, или это так задумано, что должно просвечиваться золото на носу, и вот тут, очень необычная брошь, очень необычная, ничего подобного не встречала, жду, девочки, ваших рекомендаций и комментариев по поводу того, сейчас мы будем рассматривать маркировку, потому что я сама прочесть ее не смогла, потому что я этого слова не знаю, и очень часто маркировки старые стирались, и прочесть их очень трудно, потому что надо знать это слово, надо знать это слово, замочу, видите, игла какая-то кривая, и вообще замок немножко, видите, деформирован, может быть, она вся сама немного деформирована, потому что, в принципе, хотя вот здесь не производит впечатление, что она погнута с наружной стороны, с обратной стороны это выглядит, как будто она погнута, девочки, читаем, видите, маркировки с двух сторон, здесь и здесь, зачем два раза, я не знаю, такая интересная вещь, тоже не могла оставить ее, потому что я понимаю, что это что-то очень старенькое и редко встречающееся, давайте читать, кто может прочитать, я не могу прочитать, потому что слово написано прописью, если бы я знала это название, я бы ее безусловно прочла, но я не знаю это название, поэтому мне оно не знакомо, эта маркировка, поэтому я очень затрудняюсь, даже не могу понять, что здесь написано, ла, фи, фигару, нет, не знаю, так, с другой стороны тоже, ла, еще что-то поцарапано, поэтому трудно, жду, жду, очень жду ваших подсказок, по картинке тоже ничего подобного не нашла, брошь очень необычная, посмотрите, как интересно она сделана, я очень рада, что все эти кристаллы на месте, бордовые, вот здесь, я думаю, что так и задумано, что идет вот такой каскад, потому что это невозможно погнуть, это очень твердый металл, видите, как одно на одно, оно как бы, оно как бы начинается с этой стороны и идет, спускается вниз и где-то здесь перехлестывается, значит, маска, это явно что-то относится к театру, явно театральная, театр, цветы, звезды, в общем, что-то такое, звезды театра, звезды искусства, звезды культуры, в общем, потрясающий сюжет, необычная совершенно брошь, как вы понимаете, отсутствие двух вот таких камней не могло меня заставить ее оставить, я думаю, что еще вот эти листики как бы немножко деформированы, потому что они какие-то не очень правильно так расположены, хотя, честно говоря, металл очень твердый, хотя нет, вот видите, вот она немножко двигается, но я не знаю, надо ли разгибать или отгибать, некоторые очень твердые прикреплены, не знаю, в общем, может надо не трогать, а просто постараться найти два камня и постараться восстановить эту прекрасную красавицу, очень необычную, очень такую редкую, по-моему, брошь, ничего подобного никогда ни у кого не видела, ни бренда названия, ни сюжет, ни вообще, ничего такого, в общем, красота неописуемая. И у нас две последние броши, одну я определила, она довольно известная брошь, вот эту я не нашла ничего про нее, хотя она, безусловно, брошь стоящая, а ее продавали за 15 долларов, поняли, что это что-то дорогое, маркировок я не нашла, ну, я не нашла, а может быть, мы с вами сейчас вместе найдем, давайте отлепим ее от ценника и посмотрим. я думаю, я думаю, что она более современная, чем многие броши, которые я вам сегодня показывала, вот эти все, она выглядит, во всяком случае, более современной, даже, возможно, она где-то и современная, хотя вот крепление вот этих вот, а вот есть маркировка, какие-то цифры, ой, сейчас, что, 28, 58, 28, 58, сфинкс, мне часто писали, что сфинкс свои броши маркировал, и вообще изделия маркировал цифрами, так что очень может быть, что это сфинкс, и сфинкс винтажный, потому что, опять же повторюсь, вот эти вот такие вот крепления делались, это не брошь, не наводил, так, больше ничего, да, нет, брошь великолепной красоты, прекрасная, прекрасная сохранность, посмотрите, какая она шикарная, все на месте, ничего не потеряно, я очень рада, прозрачные кристаллы, напоминают мне какие-то, знаете, как будто бы это в сполохе огня, ну, в общем, большая, крупная брошь, очень нарядная, металл, брошированный, вот здесь вот, кристаллики на, лежат, по-моему, на серебряной подложке, ну, не серебряная, серебряный металл, тоже очень интересная брошь, тоже по картинке не нашла, тоже ничего подобного не видела, и, поэтому, вот, очень рада, что нашла ее, мне она очень нравится, необыкновенной красоты, и, несмотря на то, что она не такая уж и старенькая, как все остальные, она шикарная, ну, и последняя брошь, вы, наверное, заметили в коробочке, когда я вам показывала, это брошь известная, брошь маркированная, тоже досталось мне за 15 долларов, я находила ее на реселе, за гораздо больше деньги, там, там 80 долларов, 70 евро, в общем, что-то такое уже точно не помню, но намного дороже, чем я ее купила, потому что 15 канадских долларов, это где-то, ну, наверное, 12 американских, то есть считайте, что это где-то 12 американских я за нее заплатила, брошь известная, я где-то ее встречала, очень часто она мне попадалась в распаковках, в каталогах каких-то, в общем, она бесподобно красива, бесподобно красивый центральный кристалл, кто это у нас, Кор, по-моему, или нет, сейчас, подождите, да, это Сара Кавентри, причем сделана в Канаде, здесь написано Made in Canada и здесь написано Сара Кавентри, опять же, довольно часто встречающиеся изделия именно сделаны в Канаде, естественно, Сара Кавентри в Канаде, потому что их здесь сделали, поэтому, видимо, они часто попадаются у нас в магазинах, вот сделана задняя часть, обратная сторона, великолепная совершенно, великолепная сохранность, зеленые эмалевые листья абсолютно не подвержены никакому времени, каких годов она, не скажу, надо посмотреть, вот там, где я ее находила, на реселе, мне кажется, что где-то было там, какие-то попадались даты, стеклянная, конечно же, стеклянная сердцевина, посмотрите, как красиво она, какие красивые лапки, как красиво сделаны эти лепестки, они не просто гладкий металл, посмотрите, у них есть, нанесено какой-то такой рисунок, причем и на верхних, и на нижних, вот такая шикарнейшая роза, конечно, жемчужина сегодняшнего показа, без подобной красоты, мне она очень нравится, я очень рада, что мне она досталась, хоть и не совсем дешево, но за 15 долларов, я считаю, что для такой броши это очень недорого, иногда бывает везет, иногда бывают действительно очень ценные дорогие находки, попадаются еще не за сумасшедшие деньги в наших магазинах, Ну что ж, дорогие друзья, вот такой сегодня у нас был показ, я надеюсь, что вам понравилось и было интересно, я надеюсь, что вы получили удовольствие, очень надеюсь, что если вы у меня впервые, вы со мной останетесь, и мы станем добрыми друзьями, все мои зрители я благодарю за просмотр, благодарю за лайки, и благодарю за то, что вы смотрите меня, и я надеюсь, напишите мне комментарий, и ответите на вопросы, которые я вам тут задавала много, кому-то, может быть, известно больше, чем мне, я всегда с удовольствием вас читаю, потому что я знаю, что у меня в зрителях есть люди, которые разбираются о винтаже и знают винтаж намного лучше, чем я, я любитель, я до сих пор еще учусь, и очень буду рада вашим комментариям, и надеюсь, увидимся совсем скоро в каком-то из видео обзора магазинов, или украшений, или примерок, всех люблю, целую, с вами была Дита, всем пока, бай-бай!